Городообразующее предприятие Первоуральский новотрубный завод отметило свой 89-й день рождения. В честь праздника металлурги почтили память предшественников, начинавших строить и развивать предприятие, устроили спортивные состязания и детскую программу. Репортаж наших корреспондентов. Свой 89-й день рождения металлурги Первоуральского новотрубного завода ТМК встречают у главной проходной предприятия. В честь праздника проводят торжественный митинг, возлагают цветы к памятнику легендарному директору Федору Данилову. Говорят о богатой истории, успешном настоящем и технологичном будущем завода. В каждый момент времени Первоуральский новотрубный завод выполнял все те задачи, которые ставило перед ним государство. Хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам, которые строили, осваивали новое производство, новые технологии, но и тем, кто сегодня качественно и ответственно трудится на своих рабочих местах. Начав свою официальную летопись 13 мая 1934 года с 64 труб, протянутых на волочильных цепных станах, ПНТЗ стал одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб и баллонов. А будучи градообразующим предприятием, завод негласно взял на себя обязательства по поддержке и развитию Первоуральска. Завод – это коллектив, это люди, это имя каждого работника, это трудовые династии, это преемственность поколений, это наставничество. Я хотел бы пожелать вам только приумножить те прекрасные традиции наставничества, которые существуют на предприятии. Торжественный митинг продолжает традиционная легкоатлетическая эстафета по территории завода. Впервые составит команд учащиеся из 16 подшефных школ. На старт! Внимание! Дистанция забега 3300 метров. 7 этапов бегут металлурги, 4 – школьники. Финальный этап – символические 89 метров у начальников и руководителей подразделений. С результатом 8 минут 47 секунд. Кубок победителей забирает команда финишного центра. Год подготовок, здоровый образ жизни и сплоченность коллектива – вот и все. Очень хорошо пробежали. Мы, если мне не изменяет память, даже побили рекорд прошлого года. Это заслуга, в первую очередь, от школьников, которые принесли мне эту палочку с большим отрывом. И мне просто оставалось завершить. Чугунка прошла очень тяжело. Я вообще думала, что будет чуть-чуть полегче, но оказалось слишком тяжело, как я думала. Эмоции вообще зашкаливали. Все было отлично и хорошо. В каком году Васильево-Шайтамский завод выплавил свой первый чугун? В 1732 году. Правильно, Денис. В 1732 году. В день рождения предприятия проводят интерактивную программу для детей-новодрубников. В музее истории маленьких гостей знакомят с профессией металлурга и рассказывают об истории Первоуральска и завода. Этот завод был построен так давно и сохранился до наших дней. Изначально его строили просто люди без всякой техники, которая сейчас есть, просто деревянными лопатами. Сначала тут производили маленькие трубы длиной мета, а сейчас уже производят большие и очень много. Еще одним подарком для новодрубников стала возможность посетить матч Чемпионата России по футболу между клубами Урал и Оренбург. Яркой точкой торжественных мероприятий стал праздничный флешмоб от активистов Совета молодежи. Виталий Мотин, Дмитрий Солюков, Евгений Шилов, Юрий Галактионов, Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Новости Первоуральск.